Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Организатор вчерашней акции не он, а премьер-министр Дмитрий Медведев. Именно расследование против Медведева стало поводом для протестов. Навальный попросил вызвать главу правительства в суд. Впрочем, все ходатайства адвокатов политика судья отклонил. Кроме того, Навальный сказал, что по всей стране на улицы вышли миллионы людей. Их недовольство, цитата, никуда не денется. Из Москвы наш корреспондент Светлана Павлова. Алексея Навального задержали в воскресенье еще до начала московской антикоррупционной акции протеста. Ночь он провел в отделении полиции района Конькова. Оппозиционеру были предъявлены обвинения в организации массового пребывания граждан в общественных местах. Эта статья административного кодекса предусматривает штраф до 20 тысяч рублей, либо арест на срок до 15 суток. Всего накануне в Москве были задержаны более тысячи человек. Большинство из них отпустили после составления протоколов о нарушении порядка проведения уличного мероприятия. Тысяча человек – это самое большое количество задержанных за последнее время в России. В два раза больше, чем на Болотной площади в мае 2012 года. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Наказание по ней вплоть до пожизненного. Дело возбудили после того, как на акции в Москве ударили полицейского, который потерял сознание. При этом многих задержанных допрашивали сотрудники Следственного комитета. Более ста человек до сих пор остаются в отделениях. У многих из них суд назначен только на завтра. Источник Интерфакса рассказал, что из всех задержанных в Москве 50 несовершеннолетние. В Кремле вчерашние протесты назвали провокацией. По словам пресс-секретаря президента России, задержанным в Москве подросткам за это обещали деньги. Дмитрий Песков рассказал, что по этому поводу есть подтверждения и факты могут предоставить общественности. Сам президент, по словам Пескова, знает о произошедшем. Пресс-секретарь Путина также отметил, что полиция действовала абсолютно корректно, высоко профессионально и законно. А никаких ограничений для телеканалов об освещении акций, по его словам, не поступало. Второе уголовное дело возбуждено в Волгограде. Студента Алексея Бальдинова также обвиняют в нападении на полицейского. По версии следователей, он видел, как полиция задержала протестующего. Тогда Бальдинов, цитата, будучи недовольным законными действиями представителя власти, ударил одного из них ногой. Сейчас суд решает вопрос о мере пресечения. Сам Бальдинов уже признал свою вину. Митинги вчера прошли как минимум в 84 городах России. Сегодня суды по всей стране рассматривают дела задержанных. В Петербурге задержали 131 человека. На всех составлены административные протоколы. В Нижнем Новгороде на акции задержали пятерых школьников. Их родители уже обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию детей. В Краснодаре осудили 17 человек. Им назначили 15 суток ареста. Сегодня в Белоруссии идут суды над задержанными на массовых протестах последние два дня. На митингах в Минске и других городах было задержано более тысячи человек. Вчера протестующие вышли на площадь, чтобы потребовать их освобождения. Но вместо этого несколько десятков человек арестовали. Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич пропал накануне протестов. О его местонахождении ничего не было известно несколько дней. Сегодня утром его привезли домой из изолятора КГБ Белоруссии. Выйдут все равно еще раз. Через месяц, через два, через полгода. Потому что власти одной рукой душат протест, а другой рукой этот протест создают. В России началась акция протеста дальнобойщиков. Водители сразу в нескольких регионах выступают против системы Платон. Она собирает плату за проезд по федеральным трассам. О начале акции сообщают из Санкт-Петербурга, Татарстана, Приморья, Амурской области и других регионов. Дальнобойщики выстраивают свои фуры вдоль дорог. Ранее объединение перевозчиков России заявило, что в акции примут участие не менее 10 тысяч водителей. При этом несколько дней назад правительство пошло на уступки и решило повысить тариф на Платон не вдвое, как планировалось изначально, а на 25%. Таковы главные новости. К этому часу следите за развитием событий вместе с нами. До встречи. Продолжение следует...